Всем добрый день, с вами Игорь. Сегодня в третьей части подсчетов наших, сколько это стоит, такой самодельный тепловой насос собрать. Вот так вот оно растянулось на три части, потому что так сразу не скажешь, надо что-то и посоветовать, и каким-то опытом поделиться, поэтому вышло аж три части. Третий, сегодня уже в заключительной части, мы будем рассматривать инструмент для сборки теплового насоса, что я покупал для этого. Начнем. Набор для резки и вальцовки меди. Вот такой вот наборчик я купил. Сейчас покажу. Вот такая вот тут колодка. Вот она на самые популярные размеры в дюймах. Тут одна вторая, семь шестнадцатых, пять шестнадцатых, одна четвертая, три шестнадцатых, три восьмых, пять восьмых. Колодочка. Вот это для резки труб, такой труборез. Довольно большие можно диаметры зажимать. Труборез и вот эта штука тоже, она идет, собственно, сама вальцовка этой колодки. Вот такой наборчик я купил, там, где я брал вот это все холодильное оборудование, на сайтах. Там же же увидел такие наборчики. Смотрю, такой иначе недорогой, все там есть необходимое. Триста пятьдесят гривен, то я и взял такой вот наборчик. Так, труборасширитель ударный. Ну это, где он у меня? Сейчас попробую найти его. Вот он, такой вот труборасширитель. Это, как видите, такой стержень. Не знаю, с чего он сделан. Какой-то стальной, наверное. И тут на разные размеры. Тут самый тонкий, тоньше, тоньше, тоньше. То есть вот так трубку ставишь и забиваешь вроде. Ну, трубку можно нагреть немного, чтобы лучше он туда шел. Вот, вот этот труборасширитель, хотя я им два раза всего пользовался, сто двадцать восемь гривен. Так, горелка и газ. Вот, семьдесят пять гривен. Ну, такой вот я горелкой пользовался. Я показывал, чем я паял в девятой или в восьмой части. В восьмой или девятой части самое дешевое отопление. Там, кто не видел, смотрите серия видео. У меня есть подробная, подробная серия. Там, как собрать вот такой тепловой насос. Я там отдельно останавливался на каждом пункте, что, куда и как. И вот такой вот горелкой. Это вообще идет газовая горелка для розжига костра. Такая вот. Сама горелка сорок пять гривен и баллончик двадцать, по-моему. Ну, я взял два баллончика. Ну, использовал только один или... По-моему, один только. Вот. Ну, советы по горелке. Во-первых, если будете брать горелку, то тут у этой горелки оно такое широкое идет пламя. Вот такое, ну... Для пайки это не годится. Я не знал, какой тут факел получается. А тут оно широкий такой. Берите такой, чтобы узкий он был, как бы целенаправленный. Вот. Она лучше прогревает, меньше зря уходит газа. И еще я такой лайфхак хороший, интересный видел. Берут ложку, ну, наверное, стальную. И так ее сгинают, привязывают вот этой ручечкой сюда. И тут сгинают ложку, чтобы она так вот, как бы, закрывала. И между ложкой и соплом труба ставится. И оно так греет. Вот. Я видел на одном канале тоже пропайку. Намного быстрее пропаивает, прогревает со всех сторон. И лучше, качественнее это все получается. Вот. Да. Вот только вот я горелкой спаял. Ну, помучился только возле ТРВ, а возле фильтра осушителя. Потому что там очень короткие выводы производитель оставил. Вот. Там буквально, ну, такие вот фильтры там по три по четыре, даже четыре, наверное, и нет сантиметра. Может и есть четыре. Ну, очень короткие. И сам фильтр тяжелый. Он на себя оттягивал тепло. Ну, спаял. Помучился, но спаял. И, ну, к компрессору, компрессору я вот этой горелкой не смог подпаяться. Потому что компрессор очень тяжелый. Большой. Он на себя просто все тепло оттягивал. И, короче, намучился. А потом поехал к холодильщику и он мне приехал, подпаял за 100 гривен компрессору. Вход и выход. Такое вот дело. Вот это газ мне обошелся. Ну, газовая горелка. Там, если хотите, сами вообще все паять, то там есть специальный МАП газ, так называемый. Смесь там газов. Они дают хорошую температуру. Потому что вот этот газ, это, по-моему, сам пропан. А, смесь тут изобутан 80%, бутан 15%, пропан 5%. Изобутан в основном 80%. Ну, короче, температуру он такую дает. Не очень. Долго приходится греть. Вот, паял я дальше. Да, вот этим МАП газом пропаяете все, но там дороже оно. И сам баллон там такой многоразовое использование идет. С краником. Горелка дорогая. Ну, не знаю, стоит ли его брать или нет, сами решайте. Так, припой для высокотемпературной пайки. Именно для высокотемпературной пайки. Ну, я брал с 15% серебром. Вот, 15%. Ну, потом понял, что это зря. Я только потратил деньги на это серебро. Может, и не зря, не знаю, но там вроде пластичный шов получается. Ну, короче, тот холодильщик, что мне паял, обычным медно-фосфорным припоем, все припаял. Притом, возле компрессора, там, где вибрации, все, нагруженные такие точки. Все держится, ничего не отпадает. Так что... Он всю жизнь говорит, я паяю медно-фосфорным, нигде серебряным я не... Поэтому не вижу смысла в этом серебряном припое. Вот, ну, он у меня обошелся 128 гривен, два или три прутка. Там такие, длинные, по 50 сантиметров, такие, как бы, проволочки, припой. Так, вакууматор я взял ФИ-1С. Вот, показывал, я его не показывал, а я показывал, по-моему. Ну, сейчас покажу еще раз. Вот такой вот, я вакууматор купил. Самый, почти, что самый дешевый из всех, что там я нашел на сайте. Одноступенчатый. Тут масло показывает его, видно, да? Уровень масла. И вот с такой вот вилкой китайской, вот такой вот, куда ее вот вставлять? То я, получается, тут еще и вилки, и предохранитель есть. Короче, я намотал другую вилку на вот эти два контакта. Вот такая вот вилочка. Вот такой вот вакууматор. Вот. Мощностью. Какая тут мощность-то? Тут даже и не написано мощность. Напряжение только этой. Ну, такой слабенький вакууматор. Он долго вакуумирует. Ну, спешить, в принципе, некуда. Вот такой вот он вакууматор вот купил. За 1323 гривны. Вот. Это один из самых дешевых вакууматор. Так. И услуги холодильщика. Ну, все равно, хоть я ее сами паяла, пришлось вызывать холодильщика. Потому что, как я уже сказал, компрессору я своей горелкой вот этой вот для розжига костра не подпаялся. 100 гривен он с меня взял. Ну, приехал, полчаса припаял и поехал. Вот. Вот такие затраты. Ну, короче, инструмент у меня вышел 2104 гривны. Вот это, ну, больше всего это, конечно, вакууматор потянул. Набор инструментов. Ну, я думаю, это немного, 2104 гривен. Но, это такие расходы, ну, которые можно было бы, в принципе, вообще избежать. Вот. И не тратить на это деньги. Как я уже в первой части говорил, что на этом можно сэкономить. Можно было просто найти холодильщика того же или кондиционерщика. Если у вас такие есть знакомые, то вот этот вот третий пункт, он вообще не нужен. Зачем это все покупать на один-два раза, чтобы это сделать, заправить там или, может, переделать. Смысла я не вижу в этом. Ну, я покупал, правда, да. Поэтому и посчитал. Вот. Вот. То я думаю, проще нанять. Он вам приедет, спаяет всю систему. Это вы сэкономите на газе, на горелке. Вот. На припое. Спаяет. Отвакуумирует своим вакууматором. Это вам не надо будет вакууматор. Это еще сэкономили. Вот. Набор для инструментов. Вальцовка. Резка у него тоже своя. Вот. На этом сэкономить. Ну, что он заправит вам своим фреоном столько, сколько надо. Вы только заправку заплатите. Там сколько пошло фреона. А у меня этот баллон, ну, 16 килограмм я там потратил его ерунду. И он почти весь полный стоит. Зачем столько его было покупать? Там его еще хватит на 5 тепловых насосов заправить. И на этом тоже можно было бы сэкономить. Ну, короче, если вся сумма подбить. Это скважины и все по воде. То, что мы в первой части считали. Второй это комплектующие по фреону. По фреоновой части. Это по воде у нас 3393 гривны получилось. Ну, это у меня. Там у вас может быть больше, может меньше. Наоборот. Вот там. Вот. И по фреоновой части вышло 11771 гривна. И по инструментам по сборке 2104. Итак, всего вышло, если это все подбить, получается 17200, почти 300 гривен. Получается, да? Получается, да? Ну да. Ну, 17000, короче. Получается. Вот. Хотя, да, 17000. Что интересно, что я всегда думал, что мне где-то мой тепловой насос обошелся где-то примерно 10 тысяч. А он обошелся, получается 17000. Но это, правда, со всем я считал. И с теплоаккумулятором. Вот. И, ну, можно тут много чего и сэкономить. Вот я лишнее считаю, лишнее я купил вот этот вот инструмент для сборки. Это 200000 можно было бы сэкономить. На баллоне фреона можно было бы 1500 сэкономить. Это уже минус 3500, это уже получается 13000 только, 14000 гривен. Ну, 13-14. Вот. Потом на скважинах, ну, я две делал, тоже можно сэкономить. У меня вообще скважин не было. У кого-то, может, одна скважина уже есть. В частных домах обычно есть. Ну, надо бы сделать только одну скважину для слива воды. А если есть какая-то канава, там, яма, то можно сливать туда охлажденную воду. Еще можно сэкономить. Вот. Ну, вот такая вот сумма получается. Вот. Много, мало, я считаю, это немного. Вот. Это если даже по дровах сравнивать с дровами, то у нас 5000 гривен. Это цена машины дров твердой породы. Дуб, граб, ясень. Вот. Это три машины дров. Грубо говоря. Три машины дров, это просто вам привезут, их высыпят. А потом вам еще надо резать, их колоть, носить, складать и всю зиму топить. Вот. Ну, за эти деньги можно собрать тепловые насосы. И пользоваться им не один год. Вот. Вот такие вот у меня вышли расходы, да. Я же говорю, у кого-то могут быть больше, у кого-то меньше. Ну, примерно оно получается так. В следующем видео я покажу, сколько этот тепловой насос самодельный тянет электроэнергией. Все это оборудование. Ну, то есть компрессор, насос, циркуляционный насос. Сейчас посмотрим по счетчику. У меня там есть функция в счетчику такая, показывает мощность, которую сейчас. Просто надо все выключить в доме, оставить только сам тепловой насос. И посмотрим, сколько он тянет. Посчитаем, сколько он выдает по теплу, то есть его эффективность. Именно на примере моего самодельного теплового насоса. Вот. Ну, все. Наверное, на сегодня все. До следующего видео. Всем пока.